Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на эту неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. Начнем с баз под тональной кремы. База от Evelyn. Продолжаю ее использовать. Эллюминайзер от Essence из лимитированной коллекции, который я использую в качестве подсвечивающей базы. База от Catrice из лимитированной коллекции. Это идет выравнивающая база. И корректирующая база от Essence из лимитированной коллекции. Она убирает красноту. Тональный крем у меня по-прежнему Max Factor в номере 100. И также использую тональный крем от Catrice в номере 005. Также использую корректор от Faberlic. Забываю его показывать и сегодня не приготовила. Рассыпчатая пудра у меня по-прежнему от Vibra. Это рисовая пудра. Также продолжаю использовать пудру от Maybelline Fit Me в номере 104. Как вы видите, у меня ее все меньше и меньше. Уже не очень удобно на кисть набирать. И также продолжаю использовать пудру от Faberlic в номере 6314. И тоже она у меня потихонечку уменьшается. Уменьшается. Давайте перейдем к хайлайтерам. Взяла палетку от Makeup Revolution. Здесь я буду использовать и бронзер, и хайлайтер. Также я этот бронзер использую в качестве теней. Особенно мне нравится для складки века его использовать. Хайлайтер тоже можно как тени использовать. Давайте посмотрим оттенки. Также взяла палетку от Catrice из лимитированной коллекции. Эта палетка с хайлайтерами. Вот так она красиво оформлена. Тоже можно и как хайлайтеры, и как тени использовать. Давайте тоже сводчи покажу. Также я взяла свою новинку, рассыпчатый хайлайтер от Estrada. У меня в номере 04. Я его уже попробовала. Попробовала сначала пуховкой нанести. Получилось такое едва-едва заметное, деликатное подсвечивание. И также на лице, вот видите, здесь такие мелкие-мелкие-мелкие блестки. Вот их немного, но, знаете, 2-3 блестки могут на лице оказаться. Но потом я немножко вот так в крышечку насыпала. Давайте насыплю, чтобы вам сводчи показать. И перенесла с помощью кисти. Набрала на кисти и нанесла на кожу. Что я хочу сказать. С одной стороны, хайлайтер деликатный. Но когда я его перенесла с помощью кисти, он явно стал заметен на коже. Он светлый. Мне показалось, что он именно для светлой кожи подойдет. Вот на руке, наверное, вы очень много блесточек видите. Но на лице он лучше лег. Как-то, вот знаете, буквально 2-3 блесточки. Если прям вот совсем приглядываться видны. Но если чуть-чуть с ним переборщить, он на лице заметен. То есть он светлый. Он на лице вот как прям, ну, ближе к белому выглядит. Ну, либо я много нанесла. И текстуры кожи. Он текстуру кожи подчеркивает. Ну, у меня многие хайлайтеры подчеркивают текстуру кожи. Поэтому я на это особо не обращаю внимания. Ну, что он может подчеркнуть, то может. Пока у меня такое, знаете, неоднозначное мнение о нем сложилось. Буду дальше пробовать. Пользоваться. Но в любом случае для меня средство интересное. И я рада, что я его приобрела. Но мне кажется, что не всем понравится. То есть я недолго с ним ходила. И допускаю мысль, что такие мелкие блесточки потом могут, ну, вот, по всему лицу быть. Дальше давайте перейдем к румянам. Взяла я румяна от Catrice. Я здесь буду использовать не только румяна, но и хайлайтер. Номер вам не показываю, потому что таких нет уже у Catrice. С румянами можно переборщить, поэтому с осторожностью надо набирать. Что-то у меня тут уже все сияет, все блестит. А хайлайтер здесь достаточно, на мой взгляд, деликатный. Вот такие оттенки. Так, сейчас я пальцы ототру. У меня все что-то сияет, сверкает. И мы с вами дальше посмотрим. Также я беру румяна от Makeup Revolution. Тоже одна из моих добивашек. Здесь небольшой объем, 2,4 грамма. При наборе и переносе румяна пылят, что увеличивает их расход. Ну, я не знаю, видно на камеру или нет, но здесь вот вокруг донышка уже достаточно такой тоненький слой. Румяна мне эти очень нравятся. Это вот прям мой оттенок. Хорошо распределяются, хорошо растушевываются. Мне кажется, такой оттенок подходит под любой макияж. Я ими довольна. Но сейчас, насколько я знаю, у Makeup Revolution уже нет таких румян. И последнее, что я вам хочу показать из этой категории. Это метеориты из лимитированной коллекции. На самом деле я периодически метеоритами пользуюсь. Например, в свой день рождения я на все лицо наносила метеориты из классической серии. Просто не всегда показываю, использую по настроению. Мне метеориты нравятся. Я вижу от них эффект. Но вот эти метеориты я в основном использую в качестве таких подсвечивающих румян. То есть я их не на все лицо наношу. Для меня достаточно приятный аромат. На свотч не получится набрать. Но, знаете, их можно так нанести, как деликатные, деликатные, нежные такие румяна, которые еще при этом как-то красиво подсвечивают кожу. Ну, так же, как я уже сказала, по настроению могу просто, если куда-то иду по всему лицу классическими метеоритами пройтись. Можно сказать, они у меня под рукой стоят. И если мне надо, я пользуюсь. Вот такие оттенки. Давайте я их сотру. И мы с вами уже перейдем к другой категории. Туши я решила в этот раз не показывать. У меня там ничего нового. Тушь от Фаберлик, которую я в предыдущий раз добавила, я вам показывала. А так пользуюсь все тем же набором. Для бровей использую в основном помадку от Лореаль. Ее у меня все меньше и меньше становится, чему я рада, потому что она начала подсыхать. И так как мне помадка нравится, мне все-таки хочется ее полностью использовать по назначению, а не чтобы она засохла и как бы не смогла дальше служить. Тени базы у меня по-прежнему от Evelyn. Я ей довольна. Также периодически использую либо тени от Maybelline Color Tattoo, либо палетку от Essence кремовых пигментов. Решила я, думала, думала, так как у меня появилось много новинок, какие тени взять. Я опять взяла, во-первых, палеточку маленькую такую от Lamelle. У меня она в номере 401 ньют. Я уже с ее помощью делала макияж. Тени едва-едва пылят при наборе и переносе. Ну, прямо, знаете, совсем немножко. Даже практически, можно сказать, и не пылят. Вот этот оттеночек я использовала, я его наслаивала. Может, я кисть не ту взяла, но, знаете, не так, что вот я нанесла и одним движением прям вот оттеночек на все век перенесла. Нет, я для того, чтобы он более равномерно и ярко лег, я его все-таки вот, ну, как, наслаивала. То есть, мне не хватило теней на кисти, чтобы одним движением сразу вот равномерно, красиво на все веку нанести. Тени хорошо пигментированы. И те оттенки, которые я использовала в макияже, мне понравились. Вот этот оттенок белым может показаться, но на века у меня он лег таким, знаете, нежно-розовым оттенком. То есть, я им фиксировала базу под тени. Здесь он даже может бесцветным кажется, но вот на века он у меня как нежно-нежно-розовый перенесся. Вот этот оттенок хорошо для складки века пошел. Этот я на все веку наносила, и край века я затемняла оттенком матовым из другой палетки. Вот первые впечатления у меня хорошие об этой палетке сложились. Также я взяла еще одну свою новинку. И тоже от Lamelle. Решила уделить на этой неделе внимание Lamelle. Вот такая красота. Так, сейчас я закрою зеркало, мы с вами посмотрим. Также я решила, что когда буду делать с ней макияжи, в качестве базы буду использовать вот этот оттенок. Но это не оттенок, это праймер как раз под тени. И давайте прям совсем быстренько посмотрим. Не знаю, девочки, буду ли я глиттеры использовать. Я глиттеры использую, но, знаете, под настроение. То есть, возможно, один раз за неделю воспользуюсь, потому что мне интересно, как они лягут, не будут ли они сильно осыпаться, как это все смотреться будет. Но не знаю. Бывает, знаете, нет настроения. Я могу сейчас сказать, что да, буду использовать. А на неделю у меня, например, к ним рука не потянется. Поэтому заранее не хочу говорить. Вот так вот. Так, я еще пальцы оттираю, поэтому такие заминки. Давайте дальше посмотрим. Очень мне эти пиктограммки жалко затирать. Вот матовые по сводчим. Посмотрите, какие хорошие, прям тянутся так, пигментированные. Дальше посмотрим. Ну, самый светлый крайний оттенок я не буду, наверное, показывать. Вот эти покажу. Это база, это светлый обычный матовый оттенок. И вот такая гамма. Надеюсь, что сильно вот сама упаковка не будет в процессе использования пачкаться. Вот такие оттенки. Мне нравится такая гамма. Оттенки кажутся приятными. И я подумала, что, ну, вдруг мне, знаете, все-таки надоест в схожей гамме делать макияжи. Вдруг захочется чего-то абсолютно противоположного. И поэтому взяла на всякий случай еще одну палеточку. И сейчас я вам ее покажу. Взяла я палетку от Seat London. Давайте покажу информацию. В свое время приобретала в Lituall. По-моему, с 50% скидкой. Вот такая здесь палитра. Ну, я думаю, вдруг мне, вот, знаете, верхний ряд оттеночки совсем отличаются от тех, что мы в предыдущих палетках видели. И, возможно, вот мне захочется в какой-то такой гамме сделать макияж. Поэтому решила взять такую палетку. Ну, я вам все оттенки покажу. Не только те, которые, возможно, я буду использовать. Вот так наберу. Вдруг вот мне в синих тонах макияж захочется сделать. Или в фиолетовых. У меня, конечно, еще палетки-добивашки, скажем так. Под рукой всегда. Вот такие оттенки. И это все тени, которые я выбрала на эту неделю. И давайте с вами перейдем к средствам для губ. Как всегда, блески я не буду показывать. Я все еще не теряю надежды снять отдельное видео про все мои блески и жидкие помады. Я их беру, знаете, вот, рука потянулась, взяла, пользуюсь. То есть заранее мне почему-то сейчас блески трудно выбрать. Бывает, блеском какую-нибудь помаду обновляю, когда вот немножко она как сходит с губ. Или просто на какой-нибудь бальзам наношу. И давайте смотреть. Взяла помаду от L'Oreal на случай, если мне вот такие нежно-персиковые захочется оттенки. Она такая полупрозрачная, нежная очень. Мне кажется, она даже как-то вот освежает. Мне кажется, в подружке я в какой-то акции в подарок ее получала. Вот название ничего я здесь не вижу. Я даже не уверена, есть ли сейчас такие. У L'Oreal помады. По-моему, она не стоит. А вот так, если только. Помада-бальзам от Faberlic. В номере 40690. По качеству очень мне эти помады-бальзамчики понравились. Мне вот они Ренату напоминают. Схожи они, на мой взгляд, с Ренатой. И на моих губах этот оттенок смотрится как красный. Вот как будто я красную помаду нанесла. Хотя я помню, по-моему, как-то она называлась что-то с нюдом связано. Губы увлажняет. У меня никуда с губ не расползается. Я не пользуюсь карандашами для контура. Но у меня и Рената никуда не расползается. А я слышала, что у кого-то из девочек, если вот контур не сделать, то расползается за контур губ. Поэтому тут сложно мне сказать. Помада от Makeup Revolution в свое время в адвент календаре мне попадалась. Такой красивый, насыщенный оттенок. Нравится помада. Я думаю, по ней видно. Дальше у нас помада от Jade. Это подарок от Лерочки из Израиля. Помада в номере сейчас. Номер не показала, девочки. В номере 762. И, насколько я знаю, эта марка представлена в золотом яблоке. Может, не во всех магазинах, но на сайте я видела. И на сайте Natina я видела эту марку. Здесь, конечно, такая она хорошенькая, с магнитным корпусом. Очень я люблю, когда вот что-то такое оригинальное. И это очень такой красивый оттенок на каждый день. Такое, знаете, что-то между нюдом и пыльной розой. Она матовая. Мне она губы не сушит. Но я уже не раз говорила, что я помады наношу на бальзамы. И поэтому бывает, что те помады, которые у других девочек губы сушат, у меня не сушат. И я стараюсь, вот знаете, матовые помады стараюсь использовать, если я куда-то ненадолго, например, выхожу. То есть я не хожу прям с утра до вечера с одной матовой помадой на губах. Дальше у нас идет помада от Eva Mosaic. Она у меня очень долгое время жила в сумочке. Я думаю, по ней видно. Чехольчик не пережил. Она у меня в номере 03. И очень она мне нравится. Я даже хотела такую еще одну в запас купить. Но когда вот я последний раз была в улыбке, в которой представлена марка Eva Mosaic, то там не было в таком номере помадок. А в ближайшем ко мне магазине эта марка не представлена. Она может подсушивать губы, если с ней долго ходить. Опять-таки наношу ее на бальзам. Ну как же она мне нравится. Красивый оттенок. Красиво, на мой взгляд, смотрится на губах. Подходит под любой макияж, как мне показалось. Но я думаю, видно по ней, что помада у меня в любимицах. Дальше у нас идет помада от Lamelle. Меня в комментарии спрашивали, но я, к сожалению, еще не успела ответить, не портится ли отдушка у Lamelle. У меня от Lamelle всего две помады. Они у меня не так прям вот давно. У моих помад я пока не заметила, чтобы отдушка испортилась. Нет, отдушка такая же. Я потому что всегда у меня, вот знаете, какая-то прям на автомате привычка. Я всегда помады почему-то сначала к носу подношу. Ну, на запах проверяю, даже если это не новая какая-то помада. А потом уже на губы наношу. Если бы у нее испортилась отдушка, я бы не стала использовать, даже если бы срок годности был хороший. Я просто, ну, к ароматам как-то отношусь. Не все ароматы даже вот у хороших помад могу использовать. У меня эта помадка неплохо так быстро расходуется, потому что она такая, знаете, увлажняющая. Чем-то напоминает такой увлажняющий бальзамчик. Она у меня постепенно вот с губ сходит, знаете, как будто съедается. Но не пятнами какими-то, а равномерно. То есть ее можно даже вот в течение дня несколько раз обновлять, на губы наносить. Она полупрозрачная. Номер у меня 0,5. Ну и здесь изначально стик такой не очень большой, не толстый. То есть это не из тех, на мой взгляд, помад, которые, знаете, вы будете годами пользоваться, а они все как новые будут. Не знаю, как со временем. Я надеюсь, что она у меня быстрее закончится, чем вот долго будет, много лет в коллекции. Ну вот пока, на данный момент, нет, не изменила аромат. Вот я ее сейчас к носу подношу. Вообще, вот, девочки, тоже напишите, если у вас ламель есть, потому что комментарий меня заинтересовал. По-моему, Елена мне написала. Ну, потому что, значит, может такое быть, чтобы отдушка менялась, раз уже такие случаи есть. У меня просто не так много косметики ламель, не так давно она у меня. Поэтому, ну, как бы вот так сказать я не могу. У меня не было такой косметики, которая вот прям долго бы была. Ну и хочу показать два блеска от Фаберлик. Они у меня прям вот стоят на столике под рукой. И я ими тоже часто пользуюсь. Так, номера, девочки, здесь уже толком не разглядеть. По-моему, вот это 4784. Мне эти блески один Олечка дарила, второй Светочка дарила. Фаберлик они есть, насколько я знаю. Для меня это, знаете, тоже что-то вот сродни увлажняющему бальзаму. Для меня приятный аромат в них. И они такие полупрозрачные. Тоже можно в течение дня их обновлять и не один раз. Так, давайте вот так, что ли, положу. Так, и второй в номере 4722. Мне оба оттенка нравятся. На губах я их не чувствую, знаете, нанесла и забыла. Вот такие оттенки. И это все, что я выбрала на эту неделю. Конечно, если у меня к чему-то еще дополнительно потянется рука, я себе запрещать не буду. Ну вот основное, то, чем мне хотелось бы всю неделю пользоваться, это то, что я вам показала. Давайте еще раз сводчи покажу. Продолжение следует... Продолжение следует...